Гоша, вы мне нравитесь. А как же все эти академики? Спокойно, спокойно. Доктора наук, кандидаты, шашлык, всё настоящее. Знаменитую Александру Александру в искороносном фильме «Москва слезам не верит» десятки лет назад играла актриса Наталья Вавилова, красивая блондинка с большими глазами и грустным взглядом. Именно такой её запомнили миллионы зрителей. Фильм принёс артистке не только сумасшедшую популярность, но и главную любовь в её жизни. И именно благодаря картине на премьерном показе в кинотеатре она познакомилась с режиссёром Самвелом Гаспаровым. Увидев эту девушку, он сразу понял, что больше не сможет без неё жить. Наташа была на 21 год младше, но замуж за Самвела вышла и ни разу об этом не пожалела. В 27 лет актриса травмировала позвоночник, упав с лошади на съёмках картины «Николай Подвойский». Страшнее травмы оказалась потеря ребёнка. Наталья была беременна на тот момент. За две недели, пока она лечилась, режиссёр взял на эту роль другую артистку, отчего стала ещё больнее и обиднее. Вавилова ушла в длительный отпуск. Чтобы спасти жену от депрессии, Самвел бросил работу и повёз её в романтическое путешествие по Европе. Через четыре года она сыграла ещё в двух фильмах, один из которых снимал её супруг, после чего навсегда попрощалась с кино. Она так и не смогла простить то предательство режиссёра. А тут ещё и развалился Советский Союз, а вместе с ним и кинематограф. Новые роли Вавиловой предлагали, нередко, но ничего интересного для себя актриса не находила. Общения с журналистами она избегала, полностью посвятила себя мужу и дому. На загородном участке занималась садоводством и разведением цветов. Много времени уделяла благотворительности, помогая детским домам. А в мае 2020 года актриса осталась одна. Теперь она вдова. Перед этим её мужа долгое время мучила язва желудка. Он перенёс операцию и сильно похудел. Супруги продали дом и приехали в московскую квартиру. Наташа ухаживала за любимым. И даже в эти трудные дни они были бесконечно счастливы. Им всегда было хорошо вдвоём. Со всеми жизненными испытаниями они справлялись вместе. А с коронавирусом не смогли. Именно его последствия и забрали Самвелла Гаспарова. Ему было 81. Смерть мужа сильно подкосила Наталью. Она даже внешне изменилась. О прежней актрисе напоминает только огромные грустные глаза. По словам друзей, раньше они общались благодаря очень компанейскому Самвеллу. А Наташа – женщина прекрасная, но закрытая. Будучи пятым ребёнком в многодетной семье, она не остаётся сейчас одна. К счастью, её поддерживают старшие сёстры с братьями и племянники. Но друзьям уже не место в её жизни. Пожелаем Наталье сил справиться с этим горем и всего самого наилучшего. Спасибо, что досмотрели наше видео до конца. Мы будем благодарны за лайк и подписку. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok